Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в квартире 50 квадратных метров. Так, ну что, первое, это особенности планировочки, для того, чтобы, ну так, хотя бы немножечко обращайте внимание, ну и, соответственно, я буду обращать вам внимание. Сейчас у нас плитка здесь уже сделана, она застелена, то есть, ну, можно попробовать показать, конечно, для тех, кто смотрит нас в первый раз. Вот такая вот у нас серенькая плиточка. Так, обратно прилепим, чтобы ребята не ругались. Так, и у нас сейчас ребята вышли, мы сейчас делаем здесь вот такую красивую ванну, санузел. Ну, в общем, как угодно называйте. Здесь у нас мозаика. Обратите внимание, что особенно, особенно, если нас сейчас смотрит наш заказчик Александр, вот я ему предложил сделать такую же, такой же поддон и сделать аккуратненько вот эту часть, также обложить мозаикой и сделать потом затирку такую двухкомпонентную. Обратите внимание, сейчас, обратите, ну, давай вот сюда, здесь очень хорошо видно, красная и желтая, то есть, здесь получается несколько видов гидроизоляции, то есть, гидроизоляцию поддон делается отдельно, и дальше мы потом, получается, сначала делается гидроизоляция всего пола, потом делается гидроизоляция ванны, коридора и кухни, потом кладется плитка, потом отдельно собирается душевой поддон, и делается еще одна гидроизоляция. То есть, грубо говоря, у нас, получается, в санузле, именно в поддоне, три вида гидроизоляции, то есть, три, три степени защиты. Так, ну что, так, мне очень надо было, мне очень надо было сделать фотографию для моего Аннуша. Вентиляция, как сделано, чуть-чуть отвлекся. Так, ну, стены вижу, стены вижу под покраску уже сделаны, вот, скоро сюда зайдут потолочники, для того, чтобы потом уже грязные работы все, сейчас пока пленочка застелена, мы потом все это аккуратненько уберем, еще раз грунтанем, и все это красивенько покрасим. Так, 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 так. Что у нас здесь еще есть интересного? Так, да, кстати, вот этот очень интересный фрагмент. Здесь мы сделали коллектор теплого пола, сделали на уровне вот таком. Обычно, обычно мы таким не занимаемся, но как-то вот была ниша, вот такая, и она как бы образовалась сама по себе. Ну, раз она образовалась сама по себе, я предложил сделать распределительный коллектор не возле котла, а сделать его здесь. Потому что особо технически здесь ничего не сделаешь, ничего не это, но потом мы можем сделать здесь шкафчик аккуратненький, ты открываешь, берешь, крутишь, закручиваешь. Ну, и вот такая еще техническая полочка у нас осталась для, ну, просто как декоративная ниша, там, я не знаю, можно поставить сюда большую вазу с цветами, и то будет тоже, тоже будет очень красиво. Так что, на чем еще внимание, внимание бы, акцентировать, ну, не знаю. Сейчас здесь уже просто, ну, тоже, знаете, это как раз вот такие промежуточные стадии, которые, в принципе, хотелось бы показать, а, ребята, вот затирку уже тестировали, я понял, да, да, то есть, вот, вот они сделали кусочек пробный, вот, обратите внимание, я даже по цвету, наверное, понимаю, что это какая-то либо богамы, либо они сами ее, сами ее делали, очень интересно, хорошо в цвет попали, прям, да? прям вообще, один в один, ну, вообще прям. когда он сделал, когда он сделал, санузел был сделан, а, да, а такая разве плитка? один в один, А мне кажется, нет, да, ну, ладно, один, я понял, я понял, так, ну, друзья, в принципе, дальше не вижу смысла, ну, события вот эти все обсуждать, давайте мы лучше вам покажем, когда все это будет готово, и все это будет красиво, так что, разные промежуточные стадии, в принципе, вы будете видеть, мы их будем обязательно показывать, так что, для тех, кто, это, у меня нет, это у них еще и через колонку, так что, давайте попрощаемся, для тех, кто видел нас первый раз, поэтому рекомендую подписаться на канал, и будете смотреть за нашими ремонтами, наблюдать, может, что-то подчеркнете для себя интересное, вот, так что, я с вами прощаюсь, всего доброго, пока-пока.